Намеренное искажение событий прошлого – одна из наиболее актуальных проблем 21 века. О важности сохранения и защиты исторической правды рассказали эксперты и политологи в рамках форума «СМИ и цифровые технологии» перед вызовом информационного и исторического фальсификата. Мероприятие прошло в московской гостинице «Националь» с 14 по 15 ноября. Уже второй год подряд организаторами события выступили Минцифры и журнал «Международная жизнь». На форуме собрались российские и зарубежные эксперты, представители сферы медиа, политики, дипломаты, профессора университетов. В рамках мероприятия проводились пленарные дискуссии и сессии. Модератором выступил Армен Гарникович Аганисян, главный редактор журнала «Международная жизнь». Искажение событий времен Великой Отечественной войны, дезинформация в современных реалиях. Именно это обсуждали на мероприятии. Участниками стали не только представители разных сфер деятельности, но и студенты московских вузов. В рамках сессии у слушателей была возможность задать спикерам интересующие их вопросы. О том, как не потерять главное в потоке дезинформации, рассказал генеральный директор телеканала «Раша Тудей» Алексей Львович Николов, глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Рафаэльевич Федоров, а также профессора университетов и другие представители медиасферы. Вот из таких вот псевдооткрытий состоит очень большое количество той картины мира, которую люди в итоге воспринимают и начинают считать настоящей. А при этом такая простая мысль о том, что даже добросовестная СМИ не может быть ни полным, ни нейтральным, ни сбалансированным, просто не может физически. Это то, чему надо учить людей, то, что надо объяснять людям. Я считаю, что со школы надо объяснять. В полях средств массовой информации, которые обладают авторитетом, которые обладают хорошей аудиторией, наверное, нужно пропагандировать больше те интернет-источники, на которых сейчас творится создание новой истории. В ходе дискуссии был поднят вопрос о том, каким источникам следует доверять человеку и как правильно вести себя молодому поколению в условиях безостановочного потока информации. Меня, как журналистов, всегда учили доверять, в первую очередь, информационным агентствам, поскольку они работают, по крайней мере, точно на постсоветском пространстве, работают в жестком законодательном поле. То есть они ограничены законами и отвечают по законам за достоверность предоставляемой информации. Это хотя бы какая-то гарантия того, что эта информация точно соответствует действительности. Эти люди, работающие в информационном агентстве, по закону отвечают за достоверность. Это очень важно. Второе, конечно, официальные источники информации, потому что официальные лица не только своей репутацией, но тоже очень часто по закону отвечают за то, что они говорят. Весь мир – это источник информации. Вы не можете заткнуть уши глаза, ведь смотреть на одни источники, на другие не смотреть. Вы должны уметь анализировать любые источники. А для этого, вот на своих занятиях я, например, рассказываю правила эффективной вербальной коммуникации. Очень лаконичные шесть правил. Они являются таким вот ключом к анализу любой информации, которую вы видите и слышите. В 2022 году форум собрал сотни участников, ведь сохранение исторической правды – одна из важнейших задач, которая сегодня стоит перед нами. Елизавета Крылова, Дарья Беспалова, ГИМО 360.